добрый день коллеги продолжим тему шины integration gears то что было перед обеденным перерывом в принципе атлас мэп инструмента которым я буду рассказывать он может существовать и отдельно от шины integration gears но он в эту шину встроен поэтому примеры и реальный опыт использования он идет связки минус шины integration gears поэтому в докладе буду упоминать сначала немножко поговорим о архитектуре строения шины integration gears это шина фесб и добавлены к ней модули коннектор для сапа баб айдок и как часть самого фесб у нас есть интеграционный брокер это продукт на базе camel где реализуется логика прохождения сообщений и конечно же есть механизм преобразования здесь это отдельно средства мэппинга средства мэппинга есть различные в шине integration gears это в принципе три технология xlт понятно понятно ограничение его возможности и ситуации где он уместен это преобразование xml в xml в общем то про xlte более менее понятно также есть скриптовый язык груве наверное максимально гибкий и богатый инструмент мэппинга здесь также расскажу что есть такое понятие в шине как модель модель это java класс сгенерированный на основе той или иной схемы например xsd схемы файлов sdl или json схема вот как раз таки инструменты графического мэппинга и груве удобно использовать именно с моделями то есть когда мы сначала документ приводим так или иначе к объекту java класса дальше выполняем преобразование дальше его уже преобразуем во что нам нужно по ситуации то есть это может быть там например xml или джейсон а инструмент графического мэппинга нам всем привычен на месседж мэппинг с саппио из cpi по понятным причинам мы не можем его здесь использовать но команда разработки физба решила найти подходящий инструмент графического мэппинга который можно будет уже развивать в рамках продукта и использовать тех ситуациях когда несложное преобразование можно выполнить с помощью именно графического мэппинга был найден продукт open-source продукт атлас мэп это инструмент который создавался там в том числе разработчиками из компании redhead и по лицензии apache есть особенность что этот инструмент развивался примерно 17 по 22 год и последняя версия open-source датируется двадцать вторым годом то есть проект был остановлен как как-то естественным образом в двадцать втором году вот однако он в принципе имеет ряда законченных то есть полностью реализованных возможностей по мэппингу и поскольку это open-source то команды разработки фактор избе этот продукт может развивать развивать дальше уже не как open-source а как именно встроенные графические мэппинга в отношении фактора есть b integration gears этот инструмент в принципе он в отличие от графического мэппинга сап он может работать из схем xsd и с джейсон схемами причем допустим источник и целевой формат сообщения могут быть представлены разными схемами и это могут быть java класс с генерированные как модели в шине integration gears принципе то как атлас мы построен в integration gears в целом подталкивает к тому чтобы использовать именно модели то есть генерированные java класса вот это самый удобный вариант и здесь мы рассмотрим именно такой вариант изображение с официального сайта атлас мэпп это просто некий пример так чтобы показать как это в системе может выглядеть да хотел сказать что этот продукт атлас мэпп он в принципе существует как-то стендалон приложения в этом случае можно использовать так устанавливаете запускаете джар файл и у вас на некотором порту доступен графический редактор мэппинга в атлас мэпп вы можете сохранить мэппинг как файл и дальше использовать его как компонент camel в любом приложении camel который вы можете использовать это стендалон вариант в данном случае же в случае шины integration gears инструмент встроен прямо в графический интерфейс шины позволяет добавлять модели и так далее но это мы увидим что касается операций уже самого графического мэппинга какие здесь возможно когда мы импортируем некую схему или java класс мы видим иконки такие как вот здесь указано например один к одному такая сеточка означает единичный элемент может быть также например коллекции это несколько блоков как в левом нижнем углу то есть это множественный элемент может быть элемент в коллекции то есть имеется ввиду некий множественный тип сложный внутри которого несколько полей тогда это элемент из коллекции есть следующие варианты преобразований один к одному это просто перекладка элемента единичного из исходного сообщения в целевое многие к одному это имеется ввиду когда нам нужно например склеить склеить два элемента через пробел ну как самый такой типовой вариант или сложить два числа и так далее то есть это некая операция над несколькими полями исходного сообщения так чтобы получить одно поле целевого сообщения вариантов варианты есть различные то есть это не только конкатенация и один ко многим это может использоваться когда есть множественное поле точнее не совсем правильно сказал это поле в котором через разделитель записано несколько значений можно сделать сплит и получить некий набор полей для каждого это относится к элементам коллекции то есть это в принципе так же как один к одному но применяется к множественным элементам здесь хочу сказать что вот по мейпингу саппио нам привычные контексты уровни вложения и так далее в атлас мэп логика несколько другая то здесь есть набор ограничений и по сути все сводится вот к таким типом преобразований ну понятно что инструмент можно развивать и дальше в этом плане но вот это основные варианты которые на данный момент есть когда мы выполняем преобразование например коллекции то есть множественного элемента в единичный элемент по атлас мэп использует последнее из множества значений повторяющихся но это можно переопределить можно взять какой-то другой элемент то же самое когда элемент из коллекции то есть тоже у нас есть множественный узел внутри него поля если мы решим вытащить такое поле в единичный элемент тоже можем влиять на поведение но изначально это последний элемент соответственно наоборот когда мы элемент прикладываем в коллекцию то но создается коллекция из одного элемента тот который мы получили и вот здесь как раз то что видно в правом нижнем углу многие к одному в коллекции это интересный кейс уже реально используемой доработки которые сделала команды команды разработки фест по нашему запросу то есть это например если у нас множественный элемент сотрудник у него есть например поля имя и фамилия и мы хотим их склеить не для одного элемента для каждого сотрудника в стандартной версии атлас мэп такой возможности нету там можно просто например переложить фамилию но не склеить два поля команда разработки фактор есть бы по нашу просьбу сделает вариант примере который я покажу чуть позже это будет вот это пример того что по мере выявления неких потребностей которые не удовлетворены в стандартной версии атлас мэп мы в принципе можем создавать некие запросы на доработку и если это это вещь которая будет полезна то команда может доработать трансформации над элементами это ну в целом это похоже на функции на квадратики из мэппинга сапио это некие действия над полем которые я тут привел до их довольно много не не все но например это перевод верхний регистр или например это там скажем длина поля можно применять несколько трансформаций поле причем если как здесь видно некоторые поля указаны в группе sources и некоторые targets трансформации можно применять и к исходным полям и конечному то есть это по сути является препроцессингом и постпроцессингом то есть например мы можем сначала поле перевести верхний регистр склеить его с чем-либо потом к тому что получилось еще применить какие-то преобразования одно или несколько а также есть возможность создавать свои трансформации это нужно для этого создать свой джава-класс унаследованные от некоторого родительского то есть это позволяет реализовать такие вещи как например допустим вычисления хэш-функции от какой-то от какой-то строки или что-то еще есть условное выражение условное выражение можно использовать если мы не хотим стрелочками применять стандартное преобразование мы можем в ячейке но это чем-то похоже на формула excel написать некое выражение часто используется проверка допустим из empty если некое поле пустое тогда сделать то-то или иначе что-то еще там сложить умножить и так далее а также поскольку инструмент строена но в принципе используется как часть приложение apache camel точнее идет в связке с apache camel то помимо преобразования тела можно использовать также поля заголовков свойства то есть properties или переменные терминах фезп их тоже можно использовать как части ну как исходные поля для мыпинга есть ну здесь перечислил набор операций которые можно использовать в условных выражениях в примере будет такой вариант то есть например типовая ситуация то что саппи делалось как мы мы поиск дефолт здесь можно написать например что если поле такое-то пустое тогда заполнять значением неизвестно прям некой константой а иначе возвращать само это поле есть соответственно действие которое можно использовать сравнение на и или арифметические операции это привычная картинка саппи я вставил ее для демонстрации примера которые хотелось бы показать как может быть реализован с помощью атлас мэп здесь и слева и справа некое подразделение с идентификатором названием и множеством сотрудников множественные элементы то есть коллекция employee с идентификатором именем и фамилией и задача у нас может быть следующая у во первых у подразделения может быть путь как вот здесь указано 111 слэш 222 слэш 333 это его путь в иерархии организационной структуры начиная с самого верха например нам надо это разделить на набор полей одиночных то есть отдельно 111 отдельно 222 отдельно 333 что касается полей сотрудника мы хотим склеить поля имя и фамилия то есть given name и м или им через пробел причем так чтобы фамилия была переведена в верхний регистр и для поля департный им мы сделаем следующую логику если это если поле name в целевой структура в исходной структуре существует и не пустое то мы возьмем его если же этого поля нету тогда мы напишем слова неизвестно это пример дальше мы посмотрим как можно его реализовать кирилл можно попросить включить видео да вот так посмотрим интерфейс шины integration gears здесь я импортировал модели то есть это java класс изгенерированная один на базе схемы xsd другой на базе джейсон схема вот здесь видно как в графическом интерфейсе ашина этим поля выглядят поля этих моделей исходное сообщение department create notification вот здесь его поля name id pass и коллекция employees тоже со своими полями и модель целевого сообщения которые взяты с джейсон схема здесь поля в том числе коллекции одиночного поля link department то есть это набор связанных подразделений это наши две модели мы будем применять их инструменте по кнопки преобразования мы перешли в интерфейс атлас мэп это то как этот продукт встроен в графический интерфейс integration gears то есть здесь уже есть кнопки добавить модель поэтому те модели которые мы в своих интеграционных разработках создали мы можем сюда импортировать из списка мы выбираем почему-то в этом месте было немножко долго на моем компьютере сейчас появится здесь мы видим наши модели которые были показаны на предыдущем шаге мы их добавляем в принципе импортируем в наш в нашу разработку и мэппинга то есть мы пока их не поставили как источник и цель это можно сделать уже дальше указываем что исходное сообщение у нас department create notification она появилась здесь причем можно видеть что у разных полей разные иконки то есть это единичные поля указана так как айди айди найм и пас employees во первых эта папка то есть это сложный тип то есть с набором полей во вторых это множественный тип то есть коллекция о чем говорит значок справа от employees комплекс и снизу да указано что типа типа источника документа это java класс в принципе здесь можно было бы использовать например xsd схемы и не переводить наше сообщение в объекта джава применять сразу там преобразование например xml в джейсон но в данном случае мы работаем за его классами как как целевое сообщение мы выбираем другую схему которая сгенерирована из джейсон схемы в нашем случае это тоже java класс здесь дальше мы будем уже реализовывать правила соответствия различные один к одному разделение единичного элемента на множество то есть перевод в коллекцию и другое сначала мы просто перетащим единичный элемент а иди подразделения в департамент айди справа установилась связь здесь для этого преобразования справа видно что в графе sources айди слева targets department айди в данном случае это просто один к одному дальше что касается заполнения department name для него у нас должна быть логика что в случае пустого значения этого поля мы используем константы со словом неизвестно попробуем здесь использовать условное выражение в углу есть иконка f есть функция или формула и мы вам сразу начать туда писать логику заполнения if из empty дальше выбираем поле когда мы ставим знак собачки нам предлагается на выбор поля исходного сообщения мы можем указать подставить например на им позовем name значит дальше указывается что мы используем если поражение из empty будет истинно тогда в этом случае мы укажем неизвестного так случае если из empty ложно то есть поле присутствует мы собственно этот не им и возьмем это мы реализовали логику заполнения поля department name справа следующее сейчас я перетащил поле паз с левой стороны в коллекцию единичных полей link department id напомню что в этом поле у нас указаны несколько чисел через слэш например 111 слэш 222 слэш 333 если мы хотим это разбить на набор одиночных полей то вот после такого перетаскивания мы можем выбрать операцию сплит то есть разделение на отдельные поля вот там где курсор мышки там указано сплит это тоже можно поменять на другие операции например просто копирование элемента сколько-то раз то есть его повторения или вставку на определенный индекс в данном случае нас интересует именно для разделения на несколько полей и здесь мы должны выбрать разделитель то есть делиметр по умолчанию стоит space в нашем случае это должен быть слэш логику для поля точнее для коллекции полей link department в тоже на таким образом реализовали дальше мы пройдем на уровень элементов внутри коллекции employees а идея в employee айди перетягиваем просто так это как раз тот вариант который документация называется как for each то есть для каждого то есть это множественный элемент во множественный без дополнительной какой-либо логики то есть например слева у нас три сотрудника тут будет только три и этот идентификатор каждого будет переложим соответствующий экземпляр элемента коллекции вот дальше что касается поля full name вот здесь как раз была ситуация где нам потребовалась доработка со стороны команды разработки factor есть b то есть это склейка нескольких полей изнутри коллекции в одно поле целевой коллекции мы хотим склеить given name и family name сделать конкатенацию через пробел и при этом еще family name перевести верхний регистр вот эта вещь появилась соответственно недавно в последней версии атлас мэп уже именно встроенный в продукт integration gears здесь мы можем перевести два поля то есть два разных поля исходного сообщения в одно поле целевого сообщения full name здесь мы видим что справа у нас нам предлагается операция concatenate for each новая операция которая как раз таки позволяет склеить в данном случае вот эти два поле источника given name family name можно указать разделитель который мы будем использовать пусть он так и остается space и поскольку нам нужно еще сделать при процессе для поля family name то есть перевести его верхний регистр то мы можем здесь указать для него трансформацию апперкейс перевод верхний регистр именно для поля family name то есть для каждого из полей может быть своя цепочка трансформации также трансформации могут быть применены к тому что получилось то есть поле targets full name данном случае оставим только применительно к одному поле исходного сообщения в принципе наш мэппинг готов можно здесь также в интерфейсе нажать на кнопку об личного представления мэппинга когда вкладка закроется да будет видно полностью то есть здесь все правила мэппинга которые мы сформировали перечислено можно посмотреть что у нас в принципе здесь есть у нас здесь есть как раз вот эти различные типы преобразований one to one условное выражение во второй строчке if is empty так далее split то есть разделение одного одной строки на набор элементов one to many и дальше for each employee идей один к одному то есть одно поле коллекции в одно поле коллекции и самое нижнее это уже наш речь который также позволяет склеивать два поля в одно то есть given in family name full name вот так выглядит дальше мы можем сохранить этот мэппинг как файл он сохраняется в менеджер файлов интеграционной шины и дальше можно его использовать уже в наших схемах обработки я сохраняю этот мэппинг как эмплой а дм теперь посмотрим как можно этот мэппинг применить и что у нас вообще получится дальше мы переходим уже в наш основной интерфейс шины в интеграционный брокер здесь в принципе самый простой сценарий который я решил создать именно для демонстрации самого преобразования это у нас синхронный вызов через точку входа http мы посылаем исходное сообщение выполняется преобразование и то что получилось мы видим уже как синхронный ответ в нашем клиенте там например постом здесь поскольку у нас исходное сообщение это xml а на выходе мы хотим а джейсон сообщение получить то мы делаем следующую цепочку мы сначала преобразуем документ из xml в джава объект джава класса согласно модели которые уже создали ранее дальше этого шага сейчас нет мы его строим будет преобразование атлас мэпп и уже после этого то что получилось то что будет соответствовать второй модели мы преобразуем в джейсон и это будет нашим ответом на наш http вызов находим точку обработки атлас мэпп здесь можно выбрать из всех мэппингов которые лежат в менеджере файлов нашей интеграционной шины мы выбираем нужный файл employee адм таким образом получается набор преобразование xml в джава объект потом применение атлас мэпп для создания уже другого джава объекта и дальше его трансформация в джейсон текстовый документ сохраняем наш маршрут собс схему обработки потока сообщений здесь виден путь но это просто некий путь и по которому дальше в шину мы можем отправить http запрос но это некий пор это наш компьютер порт восемь 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 путь слэш атлас мэп пост меня у нас готов документ xml где у нас подразделение с наименованием отдел то есть с не пустым наименованием есть пас которым содержится через слэш три числа есть два сотрудника иван петров и как его назвал алексей смирнов по моему да мы выполнили преобразование чем мы сделали запрос соответственно шина выполнил преобразование атлас мэп и мы видим а джейсон с целевым сообщением здесь у нас в имплейс слэш full name как раз таки компетенация его имени и фамилии причем фамилия переведена верхний регистр также проверим наше условное выражение поскольку мы делали что нейм у нас может быть пустой в этом случае департамент ним должен получиться как строка неизвестно то такой кейс тоже сейчас попробуем вот получилось условия сработала у нас поле заменилось на неизвестным что касается примеры примере больше ничего не не происходит мы получили целевое сообщение для двух вариантов когда на им заполнены не заполнены давайте пожалуйста вернемся к презентации да ну скажем так на самом деле можно по разному проводить сравнение атлас мэп и сап message mapping конечно и сходство можно привести многое и различий скажем так начнем чего точно нет нет работы с контекстами то есть то что нам привычно например у нас там не знаю 10 отделов по 20 сотрудников и мы хотим управлять тем эти сотрудники все попадут в один отдел или распределяться по отдельным на данный момент такого нету если скажем так поскольку сапи он все-таки немножко склонял к тому чтобы использовать графические мэппинга потому что для например джава мэппинга надо было импортировать jr файл и там если мы хотим еще и работу с классами джак забита там еще много всего и сейчас в наше решение integration gears в принципе более комфортно работать с например груви скриптами поэтому может оказаться что не обязательно не обязательно нам создавать воспроизводить все возможности графического мэппинга сап вот но какие-то основные которые часто используются как например контактинация полей из коллекции то что мы сейчас посмотрели мы можем пробовать уже своими силами развивать значит точно нет работы с контекстами это наверное то что бросается в глаза но такая другая логика здесь продукта за то что что здесь есть это есть работа с джейсоном объектами с java классами как мы сейчас рассмотрели то есть мы не обязательно будем преобразовывать xml xml произвольное сочетание функций но здесь в рамках набора трансформации то есть эти переводы верхний регистр там подсчет длины и так далее можно создавать наши собственные произвольные функции имеется ввиду трансформации которую мы у себя в рамках интеграционных проектов хотим видеть там вычисления хэш и так далее произвольное сочетание функций но опять же тут я хотел подчеркнуть что если в саппио мы можем сделать набор квадратиков различные то есть сначала что-то склеить там что-то сравнить посчитать и так далее здесь у нас здесь мы ограничены набором трансформации применительно к исходным или целевым полям нашего мэппинга вот при том что сами эти преобразования они достаточно разнообразны и могут быть свои но применять их можно именно в определенных местах таким образом можно сказать что как low-code инструмент атлас мэп может быть полезен и просто в ряде случаев то есть в принципе никаких сложностей с тем чтобы создать файл dm сохранить его и потом применить в собственно по сути нету то есть он встраивается реализуется достаточно быстро и легко поэтому там где у нас логика мэппингов не очень сложно мы можем его применять также стоит учитывать что этот инструмент допускает развитие поскольку исходные коды имеются для ситуации когда например в саппио делались громоздкие графические мэппинги с кучей контекстов форматом контекста и так далее этот инструмент вероятнее всего не подойдет в этом случае мы по своему то используем груви скрипты вот то что можно сказать об этом инструменте спасибо за внимание коллега я прям жду много вопросов на эту тему андрей спасибо за презентацию скажи пожалуйста я вот не понял в интерфейсе атлас мапа есть возможность для теста предварительного того что получается ну как у нас месседж мэппинге и второй вопрос про мультики есть ли возможность сделать несколько сообщений из одного или же сделать несколько шагов мэппинга преобразование одного сообщения в другое поскольку лучше всего запоминается последняя фраза да то начну с ответа на второй вопрос вот первый потом еще уточню вот что касается создание нескольких сообщений или таких как сложных вещей я понимаю что в саппио мы ограничены пайплайном то есть у нас в принципе не не так много гибкости в плане реализации различных потоков и там действительно один из вариантов мы можем сделать целевой элемент множественный то есть из одного сообщения создать много сообщений и там понятно как это реализовано графическом мэппинга то есть там это именно единственно возможный вариант и что касается шины integration gears здесь гибкости сильно больше то есть у нас здесь не обязательно один шаг operation мэппинг где мы можем могли бы разбивать на сообщения поэтому здесь мне кажется уместно просто либо создать модель которая уже содержит там все сообщения то что нужно то есть условно мы можем создать модель которая содержит все сообщения которые должны быть сделать мэппинг применительно к этой модели дальше уже использовать такие точки обработки как сегментации например то есть это разделение на несколько сообщений и по сути наверное здесь это есть на слайде сейчас попытаюсь показать а это не на слайде это было видео но когда мы подключаем точку обработки атлас мэпп у нас большое количество в принципе различных точек обработки то есть это то что можно делать сообщением с объектом camel это обогащение разделения на части и так далее поэтому уже скорее средствами самого самого движка интеграционного брокера фактор dsb можно сделать разделение на несколько сообщений то что требуется вот то есть это в данном случае задача не атлас мэпа эта задача скорее работа в самой машине то есть построение собственно схема обработки потока сообщений по поводу первого да по поводу превью и теста мэппинга да точно здесь есть такая вещь я в примере это не указал но так если в двух словах то есть кнопка треть кнопка наверху глазик если ее нажать то возле каждого поля исходного сообщения появляется окошко для воды можно туда ввести значение то есть например сюда ввести 111 туда ввести фамилию иванов и так далее справа в целевых полях будет видно что получилось по этой логике то есть мы не можем условно говоря ввести целиком xml сообщения но мы можем заполнить в графическом интерфейсе а исходные поля и посмотреть как работают функции спасибо здесь тестирование в таком варианте да ну и помимо всего в принципе в шины интеграции гирс допускают режим отладки поэтому можно например взять создать простейший простейший интеграционный сценарий ввести туда качестве тела xml который мы хотим потестить сделать единственную точку обработки атлас мэп и в отладке посмотреть что было до и после то есть это в принципе вот это не невозможно это не является возможностью самого атлас мэпа в части тестирования это является возможностью шины но это приводит к тому же результату добрый день у меня вот такой вопрос по поводу функции которые показывали это когда много к одному да вот нет еще на слайд назад это всегда ограничено только двумя входными параметрами или тремя или четырьмя можно можно много если вы сейчас к примеру там условно если бы если было бы еще отчество да мы могли бы также и 3 3 3 сконкатинировать да там в поле sources можно указывать набор полей хорошо спасибо и такой резюмирующий вопрос является ли графический мэппинг рекомендованным собственно инструментом для разрабатывая машины либо все таки для ну как best practice и более оптимальным инструментом будет использовать например те же самые груби но как обычно есть сфера применения для каждого из инструментов это мы с вами можем выбирать в зависимости от ситуации скажем так пока что мне кажется продукт особенно с встроенным атлас мэпп относительно молодой и best practices наверное у нас пока только будут формироваться лично мое мнение что в простых ситуациях этот инструмент уместен и каких-то явных проблем с его использованием я не вижу андрей мне еще один маленький вопрос я может пропустил значит первый вопрос вот в атлас мы в массаж мэппинге есть ли возможность использовать переменные то есть не константы а переменные переменные которые каким-то образом заполняются до мэппинга в ходе да 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 именно да это перемен это это часть передаваемого объекта camel то есть properties если в терминах cpi или переменная в терминах integration gears эти переменные тоже являются скажем так возможными полями источника то есть мы да это получается видеоролики было но по сути мы имеем доступ к объектам тела нашего объекта к эмал к заголовкам и к переменам как раз то есть если мы какую-то переменную заранее объявили ну и задали то она является одним из полей которые мы можем стрелочками соединять спасибо и тогда второй вопрос что касается стандартных функций если возможность написать свою и вставить вот в этот списочек смотрите да вот в этот списочек ставить можно как раз таки то есть это можно написать свой java-класс и его импортировать в интерфейсе есть кнопка импортировать жар файл это как раз для этого это что касается вот таких функций которые используются вот этот transformation написано например аппаркейс вот там мы можем использовать вот эти наши самописные функции если же речь идет о смене поведения например мы хотим чтобы у нас ну например вот где мы выбираем split или concatenate если там мы хотим какие-то радикально новые возможности то это скажем так с помощью джар классов мы не сможем это добавить это уже переработка самого инструмента то есть это уже именно доработка исходных кодов самого атлас мэп спасибо ну это как раз то что команда фактор сделала для нас в части вот этого concatenate for each то есть для конкатинации полей внутри коллекции этого не было изначально но это не условно мы как разработчики самих интеграционных потоков не могли бы написать такой жар файл и его применить это именно уже модификация инструмента как бы самого ядра атлас мэп а вот эти вещи да вот эти вещи мы можем дописывать спасибо а по горячим следам про трансформации вот если мы делаем свои собственные джар класс импортируем во первых что является входным параметром для этого джар класса то есть если у нас нет контекстов мод по выбирали opi либо там очередь либо элемент контекста либо единичный элемент чем является здесь входной параметр и второй вопрос следующий какой уровень изоляции выполняемого кода то касается источников для операции трансформация мы можем применять трансформации либо к исходным полям которые находятся в разделе sources то есть например у нас используется как для сложения например одно из чисел для сложения или там для или например у нас конкатенация нескольких строк соответственно применительно каждому полю который у нас используется на входе ну это вот то что мы соединяли стрелочками да то есть это все что с левой стороны это поля сообщения поля тела переменные заголовки каждому из них можно либо применить трансформацию до того как у нас логика мейпинга выполнится либо применить трансформацию к полям из группы targets то есть у нас уже получилось у нас что-то смепилось к тому что у нас получилось мы можем тоже применить трансформацию нашу по поводу изоляции кода боюсь не смогу вам ответить но здесь думаю мы сможем обсудить здесь есть люди кто имел отношение к разработке инструмента встраивания в машину хорошо может а еще чуть подробнее про входные параметры я просто все таки не совсем понял в итоге является им один элемент который прям то есть функция обработчик внутри класса получает один элемент за раз и нам получает весь массив который приходит из всех которые есть принципе сообщение входящим или он вообще получает всю структуру и мы выбираем какие поля и в этой структуре смотреть какие нет здесь даже в этом списке можно видеть что у нас атомарное значение то есть единичное значение подставляется то есть здесь это из документации выдержка где-то string где-то number где-то любое поле то есть это применяется именно к одному значению отдельно только одном увидим за один раз видим только одно значение тогда хорошо спасибо привет андрей еще раз я все-таки хотел бы поподробнее понимать как происходит преобразование между массивами до элементами массивов возможно ли реализовать такую вещь как юзван ту мэне и спио например или что произойдет если ну вот давай на конкретном примере у меня есть массив слева для сорса в котором есть имя человека и название улицы на которой он живет а справа я хочу положить всех людей которые живут на улице ленина то есть мне нужно но ноду отфильтровать то есть какая логика можно ли управлять вот этой логикой как это осуществляется понять до вопрос да более того у меня такой же вопрос тоже возникал когда я практиковался в обращении с этим инструментом то есть это ну условно говоря если мы хотим не всех сотрудников переложить а тех у кого идентификатор допустим больше ста честно говоря я на данный момент не знаю как это сделать но это наш запрос тоже в команду разработки атлас мэп то есть мы создали мы обратились с пожеланиями трех доработок одна выполнена а вторая это как раз вот это ну а а вот что будет то есть у меня продолжение этого вопроса если ведь мы можем функции выбрать допустим улицу ленина для одного поля в таргет до такое условие задать а для второго поля я могу условия задать все люди с фамилией иванов то есть у меня два условия справа в таргете что тогда произойдет это будет end то есть в целевую структуру попадут все люди ивановы живущие на улице ленина или как-то по-другому логику но я бы сказал что с вероятностью 95 процентов мы сможем туда перетащить поля только из одной исходной коллекции то есть там не не все во все можно тащить то есть есть вещи которые просто инструмент не дает реализовать если же мы берем элементы из одной коллекции то ну по количеству встречающихся элементов первой коллекции будет создана столько же элементов 2 то есть но как здесь у нас было имя было фамилия ну например может быть там где-то фамилия отсутствует там допустим у нас шесть имен и пять фамилий но исходный элемент один тот же то есть узел поэтому будет создано 6 вот этих вот сотрудников это вот так работает такая вот более сложная вещь это как раз то что я описал как это отсутствие работы с контекстами то есть ну действительно здесь сильно отличается от саппиола в этом случае соответственно набор ситуации где мы можем применять мейпинг тоже отличается от саппиола и то есть такой да спасибо похоже вопросы закончились андрей может быть отвлекся и не услышал мы с вами как-то обсуждали возможность воспроизвести функцию duplicate узла целевой структуре в итоге можно сделать это на атлас мапе или нет можно с определенными ограничениями да это случай который мы нашли недавно уже не стал его вставлять пример но да бывает такая ситуация например у нас есть ну допустим а есть у человека айди должности есть айди подразделения а справа у нас допустим есть множественный элемент под названием объект орг структуры и мы хотим там создать две строчки в одну положить код подразделения во второй код должности и там соседнем поле еще написать там это department это позиция такую вещь можно сделать для одиночных элементов то есть если у нас например справа мы хотим видеть три однотипных элементов коллекции а слева у нас это три разных поля такое сделать можно для каждого поля мы указываем что записать его в коллекцию с индексом там соответственно это на первое место на второе на третье такое действительно работает ситуация когда например у нас может быть у человека ну скажем там не знаю коллекция коллекция должностей коллекция подразделения слева и мы хотим все это записать в одну и ту же коллекцию справа такое не получается то есть работает но для единичных элементов то есть если мы хотим положить элементы в единую целевую коллекцию но все эти элементы встречаются один раз тогда можно такое сделать мы просто для каждого поля делаем свой помог называется мэпинг то есть каждая строчка в табличном представлении это свой мэпинг и когда мы для каждого поля источника указываем там создать новый мэпинг перекладываем туда и указываем что это на первое место на второе место допустим списке такой действительно работает понятно и в качестве резюме тоже да я же правильно понимаю что если мы будем говорить о каком-то потенциальном переезде интеграционных сценариев настроены их на на фесп то в части переезда графического мэппинга в общем случае из-за того что sap message making более сложно устроен и поддерживает контексты то такая миграция в атлас мэп возможно только для не сложных по структуре мэппинга в которых нет этих сложных операций с контекстом очередями значений и так далее да да это так и более того планируем создать некую инструкцию точнее скорее некий набор критериев по которым можно определить можно этот мэпинг мигрировать из саппи в атлас мэп или нельзя в принципе более-менее понятно что здесь возможно что невозможно ну может быть дополнительные какие-то наши исследования там немножко уточнят картина но все же вот поэтому можно видеть что если в графическом мэппинга саппи встречается такая-то вещь значит не получится переложить а если не встречаются никакие эти вещи значит возможно все понял спасибо а можно еще вопрос так еще вопрос а вот есть нас контекстов нету вообще никаких как получается говорят как работает функция проверки существования not то есть как будет сообщать результат если нет никого разделения между элементами массивов под массивов будет ли она корректно работать на вложенных то есть массивах самый главный вопрос то есть мы рассмотрели пример где массива да просто один сам себе существует и он на 500 один массив а есть нас вложенные массивы которых как бы часть not просто необязательная то есть массив и в нем внутри необязательная но до находится и вот мы хотим от небесную ноду смейпить массив более высокого уровня в целевом сообщении когда бы вообще возможно как бы или вопрос наш как-то определяет существует или нет вот в одном в одном массиве у нас должна как-то работать по идее вложенных будет разделение наверное должно быть внутреннее примерно понятно да да примерно понятно я думаю что принципе такое можно воспроизвести попробую поэкспериментировать в этой части так пока не не готовы ответить хорошо вам спасибо андрей тебе нужно выбрать слушателя который задал самый интересный вопрос ну допустим про возможности тестирования мэппинга это владислав леонидов ну и ну а